Гуд мой, дорогие друзья, мы Адимли Симха, мы находимся в шалаше, шалаше Нур-Султана, всех приглашаем завтра, кто может зайти и благословить на Айтрок, Гулав, это очень важно, и хотелось сделать небольшой урок, начинаем, итак, праздника Суккот, у нас есть заповедь построить шалаш. Итак, мы начинаем, Суккот, у нас есть заповедь благословлять четыре вида растений, и также сети Цукке, но праздник весь Суккот назван именно в честь Суккот, четыре вида растений вы знаете, они соответствуют четырем видам еврейского народа, и мы их объединяем все вместе и благословляем весь еврейский народ, но тем не менее, для нас очень важно именно название праздника Суккот, именно заповеди Суки. Чем же заповедь Сука выше, на первый взгляд, чем заповедь четырех видов растений? Ну, простой вопрос, что четыре вида растений мы благословляем только в течение дня, да, то есть, а в шаббат, кстати, мы сегодня не благословляли до этого, в шаббат мы не благословляли, и в этот шаббат, а вот в будние дни мы благословляем. Но сидеть в Цукке, это заповедь, которая распространяется постоянно, каждый раз мы сидим в Цукке, и эта заповедь, она распространяется на нас постоянно, и в шаббат, и в все дни. И самое интересное, очень важно, почему весь праздник называется в честь праздника Суккот, пишется Сука, это легкая заповедь. Конечно, тяжело сказать, что это легкая заповедь, когда у нас обещают ночью минус три, минус четыре градуса, да, но сегодня у нас, слава богу, видите, есть печка, есть буржуйка, есть колориферы, есть все, да, освещение, все хорошо. Но, тем не менее, это легкая заповедь. Почему легкая заповедь? Потому что это заповедь, в которой пишется весь еврей заходит весь с головой, да, весь с головой. Это не просто время или место, когда еврей должен зайти для какой-то любой заповеди, еврей должен сделать какое-то усилие, там, одевать филин, он должен его, во-первых, достать, закатать руку и все. А как пишется в Хаседуте, что в Суку он заходит прямо с грязными ботинками, конечно, лучше заходить с чистыми ботинками, да, но он заходит со всем, что и на нем есть, то есть и со всем, что он есть, он окутанный заповедью. Мы можем вести урок, мы выполняем заповедь, сидеть в Суке мы кушаем, мы выполняем заповедь, мы говорим простые вещи, мы выполняем заповедь, мы просто беседуем, мы выполняем заповедь, поэтому все лучше делать в Суке. И как сейчас мы делаем урок, да, мы делаем его тоже из суки, вот, и тем самым все время мы выполняем заповедь, вот, но очень важная вещь, которую я хотел сказать, которая пишется, что сука должна соответствовать нашему дому, что значит нашему дому, то есть, что мы как будто бы живем сегодня в доме, это дом наш, это сука, пишется в Талмуде очень важная вещь, человек без квартиры, без дома, он недочеловек, не дай бог, да, то есть, он не полный человек, человек, которому некуда идти, он бомж, да, или еще что-то, он себя ощущает неполным человеком, то есть, человек должен иметь свою квартиру, должен иметь свой дом, пока он снимает квартиру, тоже его дом, это нормальное стремление человека иметь свою квартиру, если он не стремится иметь свое жилье, то у него какие-то проблемы, и это ненормально, и поэтому каждый человек по природе, если он пытается быть цельным, он стремится иметь свое жилье, Почему именно свое жилье? Потому что жилье – это место, где человек раскрывает себя, какой он есть на самом деле. На улице у нас есть дресс-ход, мы ходим в определенном костюме или еще что-то, мы говорим определенные вещи. Но когда мы приходим домой, это наш уют, это наше время, куда мы заходим все. То есть мы туда заходим, и мы там ждем, и мы там живем. Это наша жизнь. Мы делаем свою квартиру удобной для проживания для нас с вами всех вместе. Еще очень важно, что человек всегда связан со своей квартирой. Что значит всегда связан со своей квартирой? Что даже когда человек не находится у себя дома, то квартира он связан. Где бы он ни находился, как пишется заповедь о Мизузе, она охраняет человека не только когда он вышел, находится в квартире, но также когда он не находится в квартире. То есть заповедь, то есть то, что у нас есть своя квартира, то мы связаны с ней, даже когда мы идем на работу, потому что мы знаем, что мы сюда вернемся. Потому что тут наш центр проживания, тут наша основная жизнь. Это все материальность, которую мы несем, получается, мы несем связанно с квартирой. Вся наша жизнь связана с местом, где мы спим, с местом, где мы едим. Это очень важная вещь. И из этого мы улучшим очень большую силу. И пишется, что с этого праздника, то есть мы видим, во-первых, мы должны понять, что это в духовном плане. В духовном плане мы должны понять, что вся материальность, которой мы занимаемся в нашем шалаше, она связана с Богом. Точно так же, как наша вся жизнь должна быть связана с Богом. И все наши дела тоже должны быть связаны с Богом, даже когда мы не находимся в квартире. И поэтому очень важно выучить урок на этот праздник. Этот праздник передает нам большой и глубокий посыл. Какой посыл он нам передает? Что на всех путях нужно искать Всевышнего. Всем, чем мы занимаемся, мы должны искать Всевышнего. Оно является второстепенным. Любой материальный мир, тем, что мы занимаемся, оно идет на втором плане. Первый план – это Всевышний, это наш дом. И так написано в Хаседуте, что очень важно сделать Всевышнему квартиру в Нижних Мирах. Так это переводится дословно. Мы переводим это как «жилище в Нижних Мирах», но если перевести дословно, что задача еврея – сделать Всевышнему квартиру в Нижних Мирах, чтобы Еврею было приятно находиться в этом мире. Что значит «приятно было находиться в этом мире»? Он и так здесь находится. Чтобы Всевышнему было приятно раскрываться в нашем мире, чтобы Всевышнему было приятно находиться в нашем мире, чтобы Он чувствовал себя здесь, как мы говорим, не дай Бог для сравнения, естественно. Что значит «естественно»? Чтобы было приятно находиться. Мы строим нашу квартиру так, как нам удобно, чтобы нам было приятно и нам удобно. Мы ее строим для себя. И поэтому то же самое мы должны построить здесь, в этом мире, квартиру для Бога, очень удобную, уютную, чтобы Всевышнему нравилось здесь находиться. И подобно тому человеку, который не находится в данный момент в суке, потому что он вышел там по своим делам, тем не менее он связан с праздником Суккоты, связан с той Суккой, которая находится у него дома. Точно так же с квартирой. И точно так же каждый еврей, который что-то делает в нашем материальном мире, он связан со Всевышним и должен внести этот свет в этот мир. И с этого праздника мы черпаем силы на весь год, большие силы находить во всех наших путях Всевышнего. Все, чем мы занимаемся, принести туда святость Всевышнего. Потому что в конце концов нет никого, кроме Бога одного. И это у нас должно быть постоянно. Все, что мы делаем в материальном мире, оно должно быть второстепенное. Самое важное – это провозгласить, что нет никого, кроме Бога одного. Привести Всевышнего в этот мир, в каждой вещи. Не просто сидеть в Суке, не просто находиться в каком-то месте и учить просто Толь Котору, а даже в каждой вещи, где ты находишься, ты должен туда спускать Всевышнего. В этот мир. В этот мир спускать Всевышнего, чтобы тебя святость окутывала везде. Даже когда ты идешь работать, даже когда ты едешь на машине, даже когда ты пьешь кофе. При этом всем ты можешь думать о Всевышнем и быть связанным со Всевышним. И делать это ради Всевышнего. И поэтому это занимает материальный мир, у тебя занимает второстепенную часть. Теперь очень важно еще дополнить к этому, что с одной стороны мы хотим, чтобы наша сука была как квартира. Но с другой стороны очень важно, чтобы это было временное жилище. Почему временное жилище? Потому что это место, дом, это место, где мы занимаемся материальностью. Именно материальностью. И если материальность у нас занимает первостепенное место, то это очень страшно. И поэтому материальность у нас должна занимать второстепенное место. И поэтому и Суккот, это праздник Суккот, он показывает нам, что материальность для нас занимает второе место. Второстепенное место. Почему? потому что даже строим мы и суку из разных материалов мы можем построить ее самых простых материалов это не важно из чего для нас не важен сам сам дом для нас важно что мы несем в этот дом да мы можем построить из соломы там из камыша мы строим крышу это дешевый материал мы можем построить стенки из любого материала но самое важное что есть внутри не что есть снаружи материи а что в эту материю мы вкладываем какую духовность в эту материю мы вкладываем и еще раз что мы вы улучшиваем с нашей недельной головы. Когда еврей выходит в этот мир из своей квартиры, да, которая квартира, есть святые книги, как правило, Мезуза, еврейский дом, и он выходит на улицу, он должен знать, что бы ни случилось, я раб святого творца, у меня есть хозяин, владыка мира, король Всевышний, и я выполняю его волю, несмотря ни на что, я выйду на эту улицу, и я внесу его из своего дома на улицу, из улицы в свой дом. То есть, что Всевышний будет не только находиться у меня в доме, а будет находиться и на улице, и везде, где я нахожусь. Поэтому дай Бог, чтобы мы смогли внести Всевышнего в каждую ячейку нашего дома, в каждую силу нашего дома, во всем, что мы находимся.